Испокон веков великие философы, ученые и гении пытались понять загадочный феномен мужского вдохновения. И чем больше углублялись в эти познания, тем дольше оказывались от истины. Им посвящают стихи и песни, о них пишут романы, ради них совершают подвиги. Конечно же, дорогие друзья, я говорю о тех, кого нам никогда, наверное, не понять, о женщинах. Как когда сказал Оскар Уайлд, женщины созданы для того, чтобы их любить, а не для того, чтобы их, в общем-то, понимать. Как же символично, что именно сегодня светлым, солнечным, весенним днем и ярким настроением встречает нас столица Татарстана, город Казань. Дорогие друзья, и уже довольно знакомая арена Центра гимнастики. Откуда мы вместе с вами на протяжении всей этой недели будем наблюдать за борьбой лучших гимнастов и гимнасток мира. Да чего уж там мира? России! И, как ни странно, праздничный и пахнущий цветами день чемпионат России по спортивной гимнастике открывают сильный дух. Мы в то же время такие прекрасные наши девушки. Квалификация и финал среди команд будет проходить сегодня. И вновь для вас, дорогие друзья, в прямом эфире Матч ТВ. Работают комментаторы-эксперты, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Эмин Гарибов. И двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный тренер СССР, судья международной категории. Лидия Гавриловна Иванова, здравствуйте! И сразу, если позволите... Здравствуйте! Здравствуйте, Лидия Гавриловна, еще раз, дорогие друзья. И сразу, если позволите, я бы хотел от лица достойных представителей мужского пола в лице вас, Лидия Гавриловна, поздравить всех наших дорогих женщин, любимых мам, дочерей, бабушек, наших прекрасных теледрительниц с этим нежным праздником 8 марта. Спасибо, имя. И пожелать, пожалуй, всего самого светлого, доброго, чтобы вы всегда счастливы и любимы. Спасибо. Потому что без любви нам, мужчинам... Нечего делать. Абсолютно верно. Спасибо, Эмин, и благодарность от всех-всех женщин. Прям так приятно сегодня начинать наш комментарий вот с такого приятного поздравления. Спасибо еще раз, Эмин. Как когда-то сказал Максим Горький, от шлюпин к женщинам появляется все прекрасное на земле. Ух ты, молодец. На такой прекрасной, доброй ноте мы начинаем нашу трансляцию. Сегодня у нас третья смена. Уже женщины выступают. Будут выступать сильнейшая. Она... Самая лучшая. И финал командного многоборья. В тот же день квалификация. Сегодня же для попадания финалы в отдельные виды, которые пройдут 11 и 12 марта. Пожалуйста, прошу прощения, 10 марта будет многоборье, 9-го тоже финал многоборья, мужчины и женщины. Одним словом, Эмин, очень ответственный сегодня день для спортсменов. Пожалуй. И команду выиграть успеть, и в многоборье отобраться, и на отдельные виды отобраться. Это здорово. В общем, нас ждет сумасшедший красивый старт. И самое интересное, что динамичная борьба. Сегодня чемпионат России проходит именно в противостоянии субъектов Российской Федерации, не округов. И тем самым заявилось гораздо больше субъектов, стало больше городов, стало больше команд. Немножечко растянулись от этого соревнования. И, соответственно, вот три смены мы уже наблюдаем финал командного многоборья у женщин. Приятно. Приятно наблюдать и приятно слышать. Сейчас. Приучат. Надо приучить нас к тому, что мы проводим соревнования среди субъектов России. Да, расширяется география, тем самым становится интереснее. Сильнейшая смена, как мы уже заявили ранее, будет выступать прямо сейчас перед вами Ангелина Мельникова. Здесь идет многоборье в полной боеготовности. Если честно, приятно хочу отметить, я удивлен даже, приятно удивлен, что девочки наши, они действительно в полном составе. И здесь практически в полной боеготовности. Такое ощущение, как будто они вот-вот ждутся какого-то международного старта. Правильно делают. Но уж, если быть откровенным, в апреле у нас с 11 апреля начинается чемпионат Европы, который будет уже отборочным на чемпионат мира, для того, чтобы оттуда уже можно было получить лицензию на Олимпийские игры. Мы ждем. Мы ждем решения. В конце марта обещала Международная Федерация Гимнастики объявить об этом решении. Будет ли допуск или нет. Но, в общем-то, пока сейчас чемпионат России, он будет являться такой же отправной точкой на какие-то дальнейшие, более значимые старты. Ну, пока именно ты ввел полный курс. Мы все по колонии спортивной гимнастики теперь понимаем, насколько еще раз ответственен этот старт. Потому что, безусловно, мы надеемся, и надежда уходит последней, как говорится, принять участие в Европе. А уж с ней-то мы разберемся одной левой, если нас до Европы допустят. Так что давайте болеть за своих любимых. У каждого есть свой любимый гимнаст или гимнастка. Это мы держим в тайне, потому что мы за всех переживаем, за всех на равных болеем. Всем успеха и ровного старта. Желаем удачи всем гимнасткам. Немножечко пробежимся по командам. Сейчас сразу с упражнений на бревне начнет Ворона Яна, Воронежская область. Я сейчас буду отмечать именно тех, за кем мы, конечно, будем следить более пристально. Воронежская область в составе сборной, участницы сборных команд. России, Воронежская область, Самарская область и Тульская. Артамонова, Анастасия Глотова, Алена без команды. Там будем наблюдать за Воронежем, скажем так. В основном это та самая легендарная школа Штукмана, откуда у нас и Виктория Комова, и Ангелина Мельникова, и Ворона. В общем-то, очень много девочек. Это все Воронеж, он не дает забыть себя, не дает Воронеж. Да, безусловно. Команда Москвы одна из лидеров на данный момент, будет начинать с вольных упражнений. В ее составе будет олимпийская чемпионка Виктория Листунова. Ульяна Перебеносова, тоже неоднократная победительница международных стартов Европы, мира и так далее. Далее у нас с опорного прыжка Новгородская область и с упражнений разных высоких брусьев Ростовская область. Вот такая вот противостояние будет сегодняшних команд. Уже по итогам первой смены сейчас пока лидирует у нас Владимирская область, ну и Республика Беларусь тоже заявлена здесь. Безусловно, это наши друзья, которые имеют тоже право выступать на чемпионате России. Хочется отметить сразу, что у нас будет пять команд, поэтому один снаряд будет выходной. То есть не все команды сейчас сразу будут выступать. Ну и вот на ваших экранах, дорогие друзья, уже с бревна начинает свое выступление Яна Ворона. Воронежская область, соответственно, город Воронеж. Давайте смотреть и переживать. Молодое наше дарование сейчас, к сожалению, первый снаряд и первое падение уже немножечко. Нервы все-таки с этого снаряда начинать подшатываются. Ты тоже гимнаст, а я хотел сказать, это просто невероятно неприятно начинать с бревна. Это как гимнастка, я вам заявляю, это нерва, трепка, коленки не слушаются, руки не слушаются. Сама себя не чувствуешь, одним словом. Поэтому как-то прости, мне хочется ее оправдать, но, к сожалению, для самой участницы это слишком дорогая ошибка. Уже, да, и тем более квалификация, плюс финал командного многоборья здесь. Все оттенки идут в зачет. Да-да, отличный был такой красивый отчаянный прыжок, шпагаты в кольцо. Это она сделала превосходно. И сейчас поворот, конечно, продемонстрирует. Успокойся, Яна, ты же умеешь на бремне-то работать. Ну, уже видно, что у нее стрессы чуть упал после падения. Ну, у нее кончался, нормально. Вот сейчас она пришла в себя немножко. Поэтому она вторую часть, я надеюсь, закончит довольно спокойно. Но еще раз повторяю, к сожалению, старт ей не удался. Но, напоминаю, соревнования на этом не кончаются, потому что она сегодня должна еще отработать за многоборное место, за отдельные виды. Для этого у нее, кстати, предпосылки. И в этом сезоне уже Яна выглядит намного лучше. Буквально в 22-м она выходила на такой уже хороший уровень, я бы сказал. В чемпионате России в том году, как раз, который выходил здесь же, в Казани. Показывали. Тогда она восстанавливалась после ковида, и было немножко тяжело. Но потом уже на Спартакеаде в сентябре здесь же на этой арене уже показывала свой совершенно другой результат. Ну, вот ее тренер Елхимов встретил Геннадий. Да, к сожалению, конечно, он тоже расстроен. Потому что, ой, милые мои тренеры, я понимаю, как вам это достается. Вот начало хорошее было. И прыжок достойный в шпагат со сменой ног. Отчаянный прыжок. Кольцом безумно дорогой. В смысле, он дорогой по цене и рискованный. Вот чего с этого прыжка ее и скинуло. Ну, сейчас-то надо было еще. Ну, это она бесчувствовала. Теперь он сделан, поэтому большая потеря. А соскок разумительно в четкий приход. Видите, как у нее это все получилось. Но, ладно, Яна, Яна. Иногда бывает так, не здорово начал, но будешь завершать хорошо. Будем верить в такую примету. Спортсмены же все с приметами. Все с какими-то, я не знаю, в это верим. Кошка не в ту сторону прошла. Или тапочек не с той стороны одел. Но такие есть не нормальные. Это целые ритуалы с утра. После того, как проснулся сразу же. Да. С какой ноги начинаешь думать, с какой же сегодня встать нужно? С правой или с левой? Какая часть носа заложена больше? Да, да. Это одно. С то и надо. Мы с именом на одной ноте, потому что все это проходили на собственной шкуре. Это правда. Это правда. Вот. Вот таким периферическим зрением еще и некоторые возможности имеют. как работают гимнасты на других снарядах. Как говорится, все тронулось, все началось. Да, зажужжала площадка максимально активно. Ждем с нетерпением еще побольше зрителей. Сегодня первый день выходной, наверное. Ну, конечно. Все наши медомы отсыпаются. Пусть отсыпаются. Пусть. Мы разрешим, правда? Обязательно. А вот сейчас у нас на экране кто бы это появился? Ангелина Мельникова, безусловно, тоже в составе команды Воронежской области. Будет продолжать. Теперь я замалкиваю, уважаемые телезрители, потому что это Мельникова. Ух ты! Да что ж такое-то здесь еще и такое неприятное падение. И второе уже в команде у Воронежа, к сожалению. Переживаю. Переживаю. Что такое цепная реакция здесь такое? Слово в команде. Первое падение, оно продлевается потом. И, конечно, неожиданно было для Ангелины. Видно, как сразу эмоциональный фон у нее упал достаточно сильно. И такое чувство, как будто дальше уже без какого-то настроения. Да, она абсолютно, абсолютно не управляет сейчас самой. Вот она все линии выполняет по линии бревна. И везде ошибка, ошибка, ошибка. Это совсем не Мельникова. Это просто какая-то нервотрепка. В данный момент она не может себя почувствовать пока на бревне. А уже полпрограммы сделала. Вот теперь она похожа на Ангелину Мельникову. Здесь неплохо. Ну, все, уже все. Все начинается по-мастерски. Ну, что ж ты тут так попочкой догонишь? Давай, Ангелина. Слишком высоко имею ее в гимнастике международной. И у нас в России, естественно. Она располагает всеми титулами, какими может спортсмен, какие может заработать свою спортивную жизнь. И она и чемпионка страны, и Европы, и мира, и олимпийская. Осталось, наверное, только абсолютное олимпийское золото. Она олимпийская. Я слышу, командно первенство. Чемпионка мира в абсолютном первенстве на Габоре. Согласна, согласна. Хотелось бы, безусловно, нам, болельщикам и зрителям. Да, ну и я думаю, что ей, наверное, тоже. Безусловно, она сейчас ничем не довольна. И сейчас я правильно сделаю, что особенно у нее смотреть не надо. Ей больно. Еще раз повторяю. Как удивительно здесь соскочила. Вроде бы, казалось, поставила ровно достаточно. Нет, 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 Эмин, она ее на край, на ребро почти бревна. И она соскользнула, прям съехала безопорно. Она не могла справиться. Ножка попала не в серединке плоскости бревна, а в ребро, прям с края и поехала. Мне все-таки показалось более-менее нормально. Может быть, слишком был смещен, скажем так, центр тяжести. Ну, он, естественно, смещен, если не ровно она приходит. В любом случае, да, теперь уже анализировать нет времени. Надо продолжать. И у нас уже Виктория Листунова. Вот это интересно. Москва, вольное упражнение, олимпийская чемпионка Токио. Как раз-таки в составе команды вместе с Ангелиной Мельниковой. Вика прибавила тоже очень серьезно. Ой, молодец, трудный. И вот смотрите, какие сложнейшие прыжки выполняет. Здесь для совсем сложных прыжков судейский коллектив разрешает постелить дополнительный мат на приземление. Эмин, давай послушаем музыку и как вольно идут. Потому что это очень важно для чемпионов. Ах, сняли нам ноги, не знаю, пяточку опустил. Ах, сила, наверное, нет. Уже довольно сложный поворот. Гладцем. Размах, он просто убедителен. Ну что, сейчас не падать. Надо держать равновесие везде. Вздохни, не лети ты так. Садись. Узнаю Ганину. Пичукин, Райя, постановка, хореография ее. Молодцом. Эмин, извини, что я в середине пути тебя притормозила, но просто хотелось, как она признает. Да, 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 да. Понимаете, мы в основном, уважаемые телезрители, мы в основном с вами будем наблюдать за этой парой Листунова и Мельникова, естественно. Уразова, к сожалению, сегодня идет не по многоборью, поэтому она им не сможет составить борьбу в многоборье. Но упорная борьба будет впереди, это однозначно. Вика начинала с вольных упражнений, а как мы с вами видели уже, Ангелина, с того коварного снаряда, который называется бревном. И его, к сожалению, всем надо пройти девочкам, неважно в каком порядке, но надо на него забраться. Да, и, кстати говоря, вот у Вики, у команды Москвы бревно будет заключить к ним снарядом. Так же плохо. Вот если честно, так же. Но, с другой стороны, после уже большой такой физической нагрузки, наверное, эмоциональный фон падает, и как-то уверенности становится больше. Падает, это первое условие, согласно абсолютно с этим тезисом, да. И второе, может быть, уже за эти три снаряда какую-то фору набирает каждый спортсмен. И какая-то страховка некоторая появляется. Это тоже важно. 12.766 оценка Ангелины, конечно же, это не ее оценка совсем, тем более, что на бревне она выполняет прекрасно. Второй была на Спартакеаде, и так, для сравнения, 14.3 была ее оценка там. Ну нет, это совсем правильно сказать, не ее оценка. Но мы с вами видели, за что ей такая оценка. Ну вот интересно то, что многоборье, которое будет у женщин уже... Завтра? 9 марта, да, завтра, финал многоборья, он будет считываться по двум дням. А, вот так вот. Сегодняшняя сумма оценок и завтрашняя, которая будет определить победителя в абсолютном первенстве. Ну и Вика здесь, конечно, огромную фору дает всем. Какой нации? 14.933 на вольных упражнениях под 15 баллов. Правильно, она базу взяла очень высокую. И вот когда ты пояснял по поводу мата, подложенного на, ну, сильно трудный элемент акробатический, это все правильно, что разрешает сегодня подстеркнуть дополнительный мат, спасать девчонок от некоторой какой-нибудь травмочки, например. Конечно, она с такой базовой стоимостью, а исполнительски она великолепна. Шикарно, нет. Я всегда вам говорю, что она безукоризненно с этим размахом своих этих длиннющих ног, амплитудой, шпага, она растянутая, она гибкая, она худенькая и она ловкая, она располагает всеми данными, а если чего, сплотуется сильнее. Вика вышла на новый уровень совершенно, и вот уже из той маленькой девочки она становится настоящей девушкой, да, и гимнасткой, которая смотрит совершенно по-другому. Как если вы заметили, уже и музыка была другая. Мне это все понравилось, и хочу поблагодарить Ганину Раису, отчество Максимовну, по-моему, но для меня она Рая как была, так и останется. Она умница, она чувствуется, что нас с ней вместе ищет композицию, музыкальное сопровождение, в чем бы выигрывала, это так важно. Я все время говорю, сделайте такую музыку, когда мы не смотрим на тебя, она должна нас привлечь уже в нем, это первая позволь. Ну, ладно, это можно на эту тему рассуждать всю жизнь. Крыкина Виктория на обольных упражнениях. Москвичка, да, да. Тоже из команды Москвы, совершенно верно. Владеет прыжками, очень здорово, целыми вольными упражнениями тоже, но по сложности, да, не новичок, по сложности чуть-чуть проигрывает. Но была чемпионка России в опорном прыжке, заслуги у нее тоже есть, поэтому... Я вот собрала, да, да, я говорю, она... Право в команде не просто так, она... Безусловно, но все-таки команда столицы, Москвы. Ну, это весьма стандартная акробатика, когда два углома и все. Это в конце, очевидно, или нет, еще она что-то делает. Это была серединка. Вот вперед и... Я прямо скажу вам, трудный, конечно, спортивная гимнастика, вид очень трудный, но очень надежный, очень ударный вид в Олимпийском зачете. И он, еще раз хочу похвалить этот вид спорта, он никогда не был на повестке дня в международном олимпийском движении, когда говорится, вот этот вид, наверное, надо убрать. А вместо него такой-то, никогда не касалось спортивной гимнастики. Значит, его уважают и понимают, несмотря на то, что 14 комплектов, и многие спортсмены как бы завидуют. Ой, подумаешь, у вас можно встать дважды. А ты сделай, это абсолютно разные виды спорта, виды программных. Каждый отдельно, да, совершенно точно. 12-833 оценка Вики Трыкиной за вольные упражнения. Здесь по трем лучшим участницам будет считаться зачет команд в первенстве, хотя выступает на снаряде 5. Ну, это такой хороший вариант, более легкий для команд, но мы уже видели, вот Мельниковый Трыкин уже отработали. К сожалению, на Мельниковой, конечно, оценка была, как мы с вами видели, не идет. Ну и, скорее всего, зачет она тоже может пойти. Пойдет. А сейчас с удовольствием посмотрим на Анастасию Иленкову, серебряного призера Олимпийских игр в упражнениях на брусьях. Здесь она только один снаряд будет выполнять. Но... Но свой родной... Посмотрим, как. Свой родной снаряд, я вам скажу. Если она уже призер Олимпийских игрок на брусьях, это вообще ей дает путевку в жизнь. Все соединения великолепно пройдены. Здесь обратите внимание, тоже какую классную форму набрала Настя. И два с винтом, чуть-чуть на приземлении. Молодец. Но для нее задача здесь, безусловно, попасть только в финал на этот вид, который будет в воскресенье. И вот сегодня только среда, а еще целая неделя практически впереди до финала. А теперь остается спокойно готовиться к воскресным соревнованиям. В общем-то, комбинация выполнена очень успешно. Я думаю, что и оценка там будет прекрасна. Согласна, успешна. Не абсолютно, тоже согласна сама с оценкой. Да. Я вам хочу сказать, к сожалению, такой сегодня... Вот я говорю, к сожалению, такой регламент, что дает девчонкам, ну, любым мастерам, гимнастам, выступать на одном снаряде. Я в этом вижу, с одной стороны, положительное, а с другой стороны, отрицательное. Потому что слишком рано они уходят на ограничение снарядов. И получается, уже теряется такая многосторонняя подготовка к гимнасту. Да, здесь и Международная Федерация тоже с этим боролась. Раньше-то было совсем все просто. Можно было даже и на Альпийские игры поехать только на одном снаряде. Завоевать там медаль и стать олимпийским чемпионом или призером. И Менчик, это не совсем так быстро это было. Сейчас все-таки для того, чтобы попасть на Олимпийские игры, надо минимум три снаряда показать. А то и многоборье, кстати. Но ты такое золотое время опять вспоминаешь. А я тебе скажу, а в мое время вообще не разрешалось. Только многоборье. Только многоборье. Ну и неважно. Я больше переживаю, что молодые девчонки и также, наверное, относительно, может быть, мальчиков, молодым нельзя быстро и такую делать специализацию по отдельным видам. Все-таки надо стараться тренера вести по всем. И он потом сам себя выведет на какой-то особый снаряд. Здесь, безусловно, нужно как можно дольше постараться удержать спортсмена в многоборье. Потому что, во-первых, это база всей гимнастики. Основа основ. Да, основа основ. А там уже, конечно, не бывает такого, что все снаряды у спортсмена или у спортсменки на высшем уровне. На самом деле, мастер уже международного класса, уже так вальяжно найдет Еленкова, Ленинск, Кузнецкий. Я просто еще раз повторю. Эту девочку я наблюдаю, ну, прям, можно сказать, детского сада. Я как раз посещала. 14-9, Лидия Гавриловна. Ну, так это же ее родной ударный вид. Кемеровская область Кузбасс представляет. Кстати говоря, я передаю привет нашим коллегам, которые работают сейчас там, где Азии проходят. А, игры. Да, вот, собственно, где мы можем наблюдать наших любимых спортсменов по-разному. Так, ну, вот приходим к бревну. Алена Глотова. Тульская область, в Туле мы знаем, очень хорошая гимнастика. Мы наблюдаем за этой девочкой, не волнуйся, старайся. Вот серию она хорошо выполнила прыжковую. Алена здесь без команды, она единственная, кто представляет Тульскую область. Очень понравилась связка, мне очень понравилась, она прям технично ее выполнила. А у нее не Назарова тренер? Трудно сказать. Да, 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 все верно. Потому что я вижу школу. Конечно, Марина Назарова. Да, да, да. Я вижу школу. Ну, 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 не нервничай. Идем, идем, идем дальше. Тем более ты сама за себя выступаешь. Пока она по трудности неплохо прошла начало, первую половину. Держи, 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 держи. Умница, умница. Выслала все повороты просто на отлично. Молодец. Ну, а теперь уже смотреть надо. Давай, давай, Лапочка. Сосредоточились и пошли на соскоп. Рандат и два с половиной винта. Молодцы. Да, сделала здорово. Я небольшую поправочку хотел бы поместить. Назарова все-таки Комнуго тренирует из Тульской области. Алену Глотову тренирует Лавруши. Хорошо, мы ее поблагодарим Лаврушину с удовольствием. Я думаю, они в одном зале работают. Предполагаю, может, ошибаюсь. Да, скорее всего. И я просто к тому, что Тульская школа, она все-таки гимнастическая. И не первую такую мы хорошую участницу наблюдаем из этой школы. Это очень важно. Отсюда и, как говорится, продолжается традиция. Да, и мы помним, безусловно, наших призеров. Ксюшу Афанасьеву, Семенову, Ксюшу, чемпионку мира. Спасибо, Эвмен. Ты мне напомнил. Я тоже Афанасьеву стала вспоминать. А еще Ксения там же, она брусик была, Семеновна. А Афанасьева потрясающе на мире сделала вольное упражнение. То, что иногда вот так на счастье попадается, я как судья очень много отсудила. Как комментатор много отсмотрела. Но Афанасьева меня пленила на том чемпионате мира, когда она поставила точку. Просто, знаешь, такую гордо-нахальную спортивную, безоговорочно. Вот что самое приятное. Судям некуда было деваться, открывать то, что надо. 2011 год, как сейчас помню, Токио. И никогда не забуду, наверное, тот момент, когда Ксюша даже не рассчитывала вообще на попадание в финал. Была третьей запасной. Да, да. А бывает? Я бы ее там же перестать. Одиннадцатая позиция у нее была. Отказались две гимнастки перед этим. Заходит Ксения в финал и выигрывает золото чемпионата мира. Фантастический просто момент. Фантастический момент. Очень приятный. Но он не единственный. У нас также в мое время из запаса вдруг там, ну это ясно, там старшие тренеры мучаются, думают все-таки этого или не этого. Ну я так вам из опыта рассказываю, да. И вдруг запасного в гимнасты вставляют, а он становится чемпионом. В прыжках Маргариты Николаевны у нас в женской части. И также вы найдете свои такие моменты мужские. Вот это тренер приятный очень поздравить хочется. Ждут оценки своей. Конечно, очень хочется достаться хорошей. Алена Блотова уже достаточно поступает много на уже взрослой арене. Да, так что сейчас ей только нужно наращивать обороты. Есть несколько сейчас неприятных моментов со здоровьем у многих девочек сборной. Вот это жалко. Начался переходный период такой, вот начинаются там усталости и переломы. Это бывает. Все надо пережить. Да, и так далее. Ну это нормальная история, через которую проходят все абсолютно. Мария Акафонова готовится в опорном прыжке. Давайте посмотрим. Представляет Новгородскую область. И тренер. Соответственно, Антона Крапинина вместе со всей своей бригадой. Как же так здорово-то было. Все, и хороший вылет я только хотел уже подсказать. Амплитуда. У меня такое ощущение, что у нее пятка назад, она бы шагнула, а она споткнула. И вот здесь обращаем еще раз внимание, как будто с самого края мостика оттолкнулась. Но было классное вращение по сальто. Блин, она могла с краю мостика, но она все-таки удалась, вышла, вперед, хорошую, создала вторую фазу. Но вот здесь вот елки палки. Странно, очень странно. Такое ощущение, как будто не увидела землю, что ли, и в какой момент нужно было раскрываться после двух пинтов. Второй прыжок будет делать тоже для попадания в финал. Ай, как досадно. Но первая оценка уходит в результат команды, в результат личного многоборья. Вторая... Второй прыжок и оценка, да, будет, которая пройдет в зачет финального. Жалко. Вообще мне жалко, когда девчонки так допускают большие ошибки. Ну и, в общем-то, потенциал был хороший у Маши. Здесь и хорошая стильная работа, мощнейший разбег такой. Второй прыжок, рандат фляг с поворотом, сальто согнувшись с поворотом также. Довольно неплохие базовые сложности. Что у одного, что у другого. Есть шанс, мне кажется, все-таки попасть. Я не думаю, что в новых гимнастках будут два прыжка прыгать для того, чтобы пройти финал. Это задача, согласна. Я хочу еще раз успеть назвать фамилию тренером. Он очень симпатичен. И я знаю, что он горит на тренировке, как и любой другой. Я ни одного не обижу. Но Антон Крапивин, я просто думаю, что без него я не могу представить ни одного чемпионата. 12.499 оценка Маши Агафоновой. Ну что же, дорогие друзья, первый снаряд закончился. Сейчас переход и мы ждем следующей ротации. Ну и после небольшой паузы возвращаемся к разминке. Новгородская область. Германская область. Анастасия Ильинкова. Ростовская область. Мария Третьякова. Екатерина Третьякова. Анна Чуприненко. Мария Домирнова. Владислава Уразова. Тульская область. Ирина Хомнова. Санкт-Петербург. Любовь Ахаимова. Екатерина Моева. Кристина Казанова. Анна Клыкова. Анастасия Шилова. Чуварская республика. Елена Герасимова. Возвращаемся на арену Центр гимнастики. И второй снаряд совсем скоро уже. Девочки разминаются. Алена Глотова сейчас лидирует пока, кстати говоря, в упражнениях на бревне. Вот так вот. Она без команды здесь. выступает лично в составе нигде. Никому не помогает. Только с сегодняшним. Сама за себя. Ну и посмотрите лучшие спортсменки в упражнениях на вольных. Игорь Листунова 14-933. Просто какой-то запредельный. Абсолютно. Очень хорошая оценка. Но противостояние будет, скорее всего, такое же. В многоборье Мельникова, Листунова. Безусловно, две сильнейшие многоборки мира. Я бы сказал, даже не ошибусь. Абсолютно. Ну, Бруси тоже. И Ленкова никому не уступает. Смотри, с каким за... 14,9 тоже под 15 баллов. Все остальные скромнее. Это все мастера. Большего класса полотажа. Это естественно. Мы тут даже и от Мельникова ждали такого же. Подумывали. Она же способна. Не то же способна. Не раз демонстрировала. Ну, и порядок, наверное, многоборный. Или как? Нет, это вам показывают вольные упражнения. Команда Москвы там. Будем ждать еще, на самом деле, Емельникову и Листунову на брусьях. Потому что сейчас Вика готовит совершенно новую комбинацию с какой-то тоже запредельной базовой сложностью 6,6. Да, но Вика идет на прыжок после вольных упражнений. У них сейчас выходной снаряд. После вольных пятый снаряд будет, так скажем, они отдыхают, заходят у нас в борьбу, кстати говоря. Это неприятно во время многоборной борьбы. Я вспоминаю, часто приходилось ставить смены с выходом, как мы называли. Конечно, немножко перебивается темп. Вот только втянулся. От большого количества участников, к сожалению. Это приятно. Это надо не сожалеть, а радоваться. Да, это с одной стороны мы радуемся. Они не ровно подготовлены, не одинаково. Но для каждого это важно. Я сегодня встретилась до начала соревнований с Пудуновой, Леной. Она просто заикается от счастья. Говорит, вы представляете, люди говорят, мы же выходим, я говорю, на самый высокий помощь в стране, правильно. Пусть еще не все сумеют. Это здорово. И мне в этом плане очень нравится название соревнований по субъектам, которое дало возможность увеличить количество участников чемпионата. Да. В этом первый способ. И у многих появляется возможность действительно повыступать с такими, как Мельникова, Листунова, Наборный, Далаян и так далее. Герасимова Елена сейчас из Чебоксар на вопорном прыжке. Здесь очень радостно, что она вернулась в Нагоборе после неприятной травмы в Калуге в прошлом году, когда она повредила колено на прыжке. В общем-то, и с довольно неплохим водородинка, прыжок. И хороший, и прям по центру так здорово. И Санкт-Петербург входит в борьбу здесь, начинает выступать уже на прыжке. Значит, Вера Иосифовна Киришова будет на экране, я так предполагаю, заслуженный тренер России. Вот и она, собственно, поддерживает Екатерину Боеву, первую участницу финала командного договоря с команды Санкт-Петербурга. Понимаете, вот я наблюдаю, когда я, естественно, огромную армию тренеров и гимнадцатых знаю, но делаю вывод для себя. Все-таки есть молодая портель тренерская, вот как Антона Крапивина, мне это очень нравится. Но есть и те, которые более зрелые тренеры с наибольшим опытом, как Вера Иосифовна Киришова. Мне нравится этот сплав. Именно сплав молодости и разума, ветеранства рождает такие хорошие результаты. Так, еще у нас сейчас девочка появляется на войне. Ворона Яна. После бревна здесь нужно реабилитироваться, выйти на хороший уровень выступления. Не, самое главное, психологически правильно подойти. Себя победить. Себя победить это называется. Воронеж что-то не очень здорово начал. Весь Москва, я думаю, сразу лидерство захватывает. Конечно. Ну, Москва и, в общем, да. Ну, лидерство, они начали с бревна. Мы уже много раз объяснили. Это не доброе начало. Здесь, конечно, нам будет сложно следить в период трансляции именно за командным финалом, за оценками командного многоборья, потому что пятый снаряд выходной. Вот сейчас Москва вышла на выход, условно отдыхает, а другие команды соревнуются дальше и все время с опозданием в один снаряд мы даже не сможем. Но узнаем все это в конце, безусловно. Первая акробатическая связка Яна Ворона, два бланжа. Как здорово. Пяточки видел на черте, но черта в пользу подающего, я надеюсь. Но поднятие флажка у Сути я не видел на линии, поэтому... Ну, ладно, главное, она сделала хорошо двойной бланж. Дополнительных сбавок, я надеюсь, не будет. Не будет, да. Я с тобой за. Опять хорошо. Прекрасно. Яна уже совсем по-другому выглядит тоже и в этом сезоне. Ну, наверное, так я и объяснил тренер. Ты что, вообще сюда приехал, дрожать или работать? Так бы я сказал. Потому что она умеет. И он вправе требовать от нее хорошей работы. Слишком много она трудится для того, чтобы... Ну, чуть-чуть. Ну, заметит. Как будто не довернулось, да? Чуть-чуть, да. Не довернулось. Чуть-чуть. Не знаю, как тут это всегда очень сложно. Но, конечно, могут спустить оценку. Вперед. Сальто-переход. Двойное. Ну, 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 ну. Есть. Тяжеловато уже в конце становится. Логично. Приземление ошибочек. Помните, что... Ты не успокаиваешься на этих вольных упражнениях. Она же еще повоображать, подпрыгнуть, перевернуться. Еще понравится судье, что самое неприятное. Мам-то нас с вами всегда понравились. Ты вот плохо руки вела себя. Они у нее болтались. Надо ровно, по горизонтали. В общем, это надо поработать. Но, что касается понравиться судьи, мне кажется, получилось. У Яны все-таки у нее есть свой определенный стиль вообще и внешний, и стиль работы, безусловно. А краска, а волосики как стильно покрашены. Это она вам сегодня в кучок собрала. А если она распустит, смотрите, сзади, глаз такой женский, все это увидит. Не только, и не только женский. Извини, именно. Правильно. Это хорошо, это жизнь. Я за то, чтобы девчонки всегда были хорошенькими. Здесь первая связка. Отлично. Вот смотри, сейчас. Да нет, я думаю, там нормально все. Не было такого выхода. Да нет, она первую половину достойно провела. И это хорошее было соединение. Ну, это маленькая подпрыжка, но все равно. Маленькая, не маленькая. К сожалению, те судьи, которые сидят, они именно это и смотрят. Первый день сегодня в соревновании сложно, конечно, безусловно. Первый день всегда всем немножко мандражируют. Потому что нужно вот войти в этот ритм, в этот дух соревновательный, да, и прочувствовать арену. Несмотря на то, что вчера были официальные тренировки, они пробовали свои комбинации на этих же снарядах. Казалось бы, все попробовали. Но первый день все-таки это вот самая большая концентрация адреналина, которую нужно вот так вот вынуть и распределить на всю неделю. Нервотрепка и все, одним словом. По-человечески я вам так скажу. Но кто сумеет справиться, тот и лучше выступит. Ну вот давайте, помолчим. Ангелина Мельникова. Хорошо. Но на нее наступила пяточка, она просто поддала. Я хочу все время... Музыка украшает она ее или утяжеляет? Пока здорово. Здорово, попала прямо в момент. Нет, сто процентов украшает. Да, да. Ну и Мину давайте делать скидку, он не может спокойно к ней относиться, поэтому я чуть-чуть, а он готов уже все добавить, чего я не договорила. Отличный прыжок, чтобы у тебя отнять. Отличный прыжок был. И манера хорошая была. Ну, Ангелина, это не надо делать, ты же мастер высшего класса. Вот об этом я сейчас расскажу попозже немножко. Не буду тебя отрывать, я тебе сказала, только дай доделать сначала. Окей, хорошо. Ну не надо так проваливаться на высоких пальцах. Молодец. Ой, хорошо, как в конце приземления. Так, теперь я замалкиваю. Вот этот вот переворот винт, он как будто режет глаз во всех комбинациях, которые это не только Ангелина делает. Есть спецтребования, которые мне просто стало интересно. Почему? Ну, во-первых, технически, как по мне, нужно было бы им немножко отходить больше в сальто, потому что они начинают вперед заходить рано и их начинают смещать по оси. Это техническая точка зрения, техника. Вот, ну, может быть, есть смысл пересмотреть на какие-то другие элементы, потому что, ну, чисто эстетически выглядит не совсем. Режет немножко, да. Именно, если в отношении Ангелина ей очень трудно сейчас перестроиться. Она молодец, что она поддерживает тот огромный багаж, которым она владела за очень долгие годы. И сейчас ее взять переделать, как почерк, это сложно. Сложно, конечно, конечно, сложно. Особенно, ну, просто вот, особенно после таких сложнейших связок, два бланжа с винтом. Шикарно, шикарно, шикарно это она выполняет, да, да. И такое складывается ощущение, как будто... Мимо, ну, как это такое выражение, не могу... Недоученности какой-то легкой. Это грубо звучит, конечно же, безусловно. Я передам, Ангелина, если ты не слышал, я тебе передам, что сказала. Обязательно меня это может услышать. Я знаю. Но, тем не менее. Нет, это нормальная группа сложностей, специально сделанный элемент для того, чтобы набрать хорошую базу. Именно, извини, вот обратите внимание, зрители, я именно тоже. Вот что делается после вольного? Вот она сошла с помостой, и никакая. Вы представляете, какое-то максимальное напряжение, чтобы эти окаянные полторы минутки быть в гордости. Быть, ну, не важно, как ты там где-то что-то сделал, но остаться артистом, так скажу покороче. И вот как она все это выдала, лежит вот плюх нос, как называется, все, расслаблен, надо ей опять воспользоваться небольшим перерывом, чтобы себя подготовить к следующему снаряду. Это ответ на те претензии, которые кому-то нравятся или не нравятся. 14 комплектов в замечательном олимпийском виде спортивной гимнастики. Многими титулами располагает наша Ангелина Мельникова. Вот как она пришпандорила все свои ножки, глиностопы. Ну, это жизнь спортсмена, да. Попаливает, как она говорит, ахилловое сухожилие. Никак не проходит тоже уже целый сезон. В общем-то, не знает почему-то, как решить эту проблему. Но в любом случае мы будем надеяться, что совсем в скором времени она справится с этим. Ну, еще большой плюс то, что сейчас после вольных упражнений у Ангелины выходной снаряд, есть время подготовиться, отдохнуть. И, в общем-то, через снаряд уже войти обратно в борьбу на опорном прыжке. Спасибо. Спасибо. Ангелина, конечно, украшение мировой гимнастики. Она так себя поймала в стиле своем, понимаешь, вот каждый что-то может или подражать, или выучиться, или кому-то там понравится. А Ангелина выработала такой персонально-мельниковский стиль, я бы сказала, который импонирует нормальному человеку. Я все-таки, извиняюсь, я не воина смотрю с точки зрения судей, потому что отпахала 8 олимпиад, я придиралась каждому месяцу, чтобы где-то спасти или, наоборот, приобрести. Она молодец, она мне очень симпатична. Я эти слова за тебя высказала именно. Я все понял сразу, Илья Гавриловна, спасибо. Я всегда от вас учусь, как делать потом комплиментом женщинам. Вот так, вот спасибо. Все более красочные, более яркие и приятные. Да, и снова замал. 14633, кстати говоря, оценка мельниковой. Такие ошибки, которые она не должна. Вот шажочек, вот это она получила под 15. Все, давайте на Уразову посмотрим. Слава Уразова, это единственный снаряд, который она выступает на этом чемпионате России. Классный стиль работы. У Владиславы всегда приятно смотреть вот эту пластичность, ее гибкость, которую она демонстрирует. По моему личному мнению, не присущи ни одной гимназке такого уровня. Здесь особый стиль. Имин, я потом включусь к тебе, пока я на бревне. Это она безукоризненно делает в любом состоянии, я бы так добавила. И сальто маховое с поворотом. Пока уверенно идет, но такое ощущение складывается, что несложные элементы. Это немножко бережет силы. Я знаю, что сейчас она тоже лечит плечо. Я так предполагаю, что у нее что-то есть. То есть она не совсем того разу. Ну, в таком режиме сохранения, я бы сказал, сейчас она работает. Мы же еще девчонка молодая, способная. Ничего страшного, никаких категоричных выводов не делаем. Просто я еще раз говорю, что у Разова безусловная талантливая гимназка. И она обязана выступать, как она обязана выступать. Она со всеми возможностями. Шпагат она не должна делать на оценку удовлетворительную, только на отлично. Ну и посмотрите, кстати, оценка 14,533 со сложностью 5,7. Это, в общем-то, достойно. Я думаю, что для финала этого будет достаточно. Конечно, это без вопросов, но это у Разова. Я просто говорю, что она должна вот там, на острие ножа всегда рядом с Листуновой, рядом с Ангелиной Мельниковой. В общем, вот это они. Но, к сожалению, ты меня уже сразу сориентировала, что она выступает на одном снаряде. Стало быть, у нее серьезные причины. Ну, сезон пока такой. Да-да-да, ничего страшного. Все впереди. Нам надо выбраться. Пожалуйста, сидят совершеннейшие знакомые лица. Аня Крюкова. Да, Юрий Крюков. Крюков, да-да. Крюков из делегации команды Москвы. Юрий Евгеньевич судья южнородной категории, которая, в общем-то, и будет обслуживать здесь чемпионат России. Она появится на... А за Москву отвечает за команду. Делегация гимнастики, да, представители московской делегации. Ну и посмотрим еще раз на Лену Герасимову. Вот тот прыжочек. Полтора винта с рандат-клякой или юрченко, как он называется. Ну, собственно, это не важно, как называется. Ну, сделана-таки она. Но вот не развиваются фазы полета, и из-за этого высокой оценки ее не получили. Ну, опять же, напомню, что после травмы вернулась колена. Здесь уже очень здорово, что она вышла на этот снаряд. Это молодец, да-да. Это молодец, просто невероятно. Именно на снаряде на прыжке с коленом. Да, и там, на самом деле, был достаточно длительный период реабилитации. И даже года не прошло еще, как она уже, в общем-то, с таким еще серьезным очень взглядом. 13-166, прыжок один. Она на второй, наверное, не пойдет, я думаю. Нет, нет, здесь, конечно, здесь только для своего, скажем так, удовлетворения. Нужно было прыгнуть. Ирина Комнова. Комнова, Турская. Тоже давно не выступавшая. Да, я помню ее тоже, что причем или чем-то, да-да. Такой, здесь она так достаточно подрослела. Видно, что вернулась на помост Турской области. Это как раз Тимонина Назарова. Так, пока уже заволновалась. Все, что надо было в продолжение, она остановилась. Я так почептала. Не то, что схитрила, а это вынужденная ситуация. Она правильно сообразила. Ой, не могу даже вот объяснить, говорят, чего не хватает. Вот, извечный вопрос корреспондента. Но почему она упала на брюне? Никому не сделала. И никогда никто не сможет объяснить. Конечно. Вы думаете, она это не повторяет? Вы думаете, она это отличный прыжок? Еще раз, отличный прыжок. Не могу не показать. Не спаси шпагатый, согласен. Все, хорошо, да. Размолшусь. Вот, да, все было хорошо. А вот что у нее там екнет в данный момент? Опа, держись. Ну, 720 тысяч. И избавка, конечно, большая будет за этот наклон. Но, тем не менее, удержалась. Во всяком случае, это не балл. Нет, нет, конечно. Это за такой наклон. Я бы три десятка. Был балл, наверное. Какая-то вредная ситуация. Я к чему-то относился. К горизонтали. К пятьдесяток, да. Не, ну так она... Нет, не ниже она. Но она прямо, да, в складочку. Да, но это ошибка. Одним словом, это ошибка. Конечно, жалкая ошибка. Извиняюсь, я не трогаю. Так, хорошо здесь у соскок. Ну, весьма просто. Соскок очень простой, да. Ну, наверное, тоже чем-то объяснимо. Она не новичок. Мы, помню, с тобой уже не раз показывали. И что-то немножко, наверное, у нее какая-то проблемка. Потому что все понимают, как надо выполнить абсолютно хорошо. И вот здесь интересно, потому что и Алена Глотова, которая выступала, да, на бревне, на предыдущей ротации. Да, и сейчас Ира Комнова, они, в общем-то, обе из Тульской области, но команду не представляют. Они выступают лично, да, вне состава команды. Ну, это тоже хорошо. Что? Хорошо в том, что федерация допускает личников. У федерации, я так понимаю, извиняюсь, я очень много лет этим занималась. Максимально сделать средств способного гимнастического варианта в стране. По всем городам посмотреть, действительно, чем живет гимнастика там, именно в субъекте. Потому что, действительно, география очень сильно расширяется. Сейчас и первенство России, это молодежные чемпионаты. Это обязательно. Это самый важный очень царь молодежного переноса. В конце марта сейчас пройдет уже переносство России в Уфе в Башкортостане. Впервые там образовался новый центр гимнастики имени Светланы Хоркиной. И поэтому вот поедем тоже освещать все это дело. Интересно, Светлана в Уфу забралась. Молодец. Ну, вот так получилось. Это хорошо, да. Главное, что там будет проходить перенос, молодежный перенос со стороны. Это очень хороший старт. Я думаю, там Алия внимательно будет наблюдать. Это ее хозяйство как. Надо просто находиться в этой земли. Эти чуть-чуть маленькие способные кадры. Эти надо вылавливать буквально. Алия Мустафина, кстати говоря, тоже здесь. Несмотря на то, что она старший тренер молодежной сборной команды России. Но как судья. А сейчас вот на прыжке, кстати говоря, вижу ее прямо отсюда с нашей комментаторской позиции. Прекрасно. И это очень правильно. Я даже с ней над темно беседовала. Потому что надо обязательно располагать все действиями требованиями, чтобы вот готовить следующий кадр, например, в противовес той же Ангелине Мельникову, какую-то найти девчоночку, которая победит ее. Ну, в будущем, я не говорю, прямо сейчас. Подошла и сдвинула. Нет, так не бывает, к сожалению. И для этого надо знать четко правила, чтобы уже так составлять композицию своих на снарядах, чтобы как бы не придирался ни один судья. Это первое. Второе. Она видит, чем дышит российская гимнастика. Она должна быть судьей международной категории, чтобы вылезать наружу. Мы сейчас у нас притормозили, мы будем рассчитывать, что это временное явление. Чтобы знать, чем дышит мировая гимнастика, тогда мы не должны проигрывать. Мы должны только опережать. С таким намерением мы будем впереди планеты всей, как всегда бывали. Ну, давайте посмотрим на Алену Глотову на следующем виде. Больные упражнения. Здесь хорошо, как два твиста и очень вразумительное приземление. А, именно вразумительное, потому что без паники она четко пришла. Знаешь, я смотрю, девчонки, ведь невысокого роста, правда? А посмотри, какая внутри пружина у каждой девочки такой. Ей так хочется растанцеваться, ей так хочется понравиться. И ей мешает для этого только акробатика, которую надо поднапречься и сделать. Ну, у Алены это здорово получается. Она так легко достаточно отталкивается, да? Да, очень хорошо. Акробатика непростая такая. Стой, стоять, молодец, но нет, пока справляется, все пока нормально. Нет, мне нравится, она же себя представляет просто вообще модель на ковре. Ну и хорошее музыкальное сопровождение очень подходит, и такая смена ритма очень лаконична. И композиционно составлена, лаконично. Она из одного элемента хорошо выходит в следующий. Ну, подышать. Это, конечно, не такую, может быть, паузу надо делать, но лучше так, чем упасть. И стоять. Ай-яй-яй, но в конце как же так чуть-чуть. Не хватило физики. Извини, я тебе объясню. Это дурочка, девочка. Ну, здесь уже, мне кажется, тяжело было. Она бежала на ронад флягкой. Именно так. Не защищай. Все, все. Я вспомню, 8 марта сегодня. А теперь я тебе рассказываю. Не она одноглотова такая дуреха. Вот, понимаешь, она уже порадовалась, что она все сделала. И оттанцевала. Ну, двойной она сделает по копейке, так я понимаю логику. И пошла, и вот чуть-чуть на елточку расслабилась и получила самую грубую ошибку. Да, как хорошо все вольные упражнения провела. Так здорово. И первая сальто. Вот это досадно прям. Я думаю, сейчас и тренер ее очень расстроен. Ну, естественно, она тут. Вот, смотрите, она сложный элемент. Твист, двойной сальто вперед. Хорошо сделала. Следующую связку сделала хорошо. Здесь она маленькая ошибка в приземлении, я помню. Здесь два винта с разбега вообще это не такой неординарный элемент для женской спортивной гимнастики, я бы сказал. Это уметь надо. Вот уже начало в приземлении все время маленькие ошибки. А концовку просто запорола. Опа, и в плацкар. Ну, что ж ты так. Ну, и странно, казалось бы, вроде и вращение было неплохое. И отталкивание после фляга. Не хватило немножко мощности. Именно, не хватило мощности, правильно. И группировка была немножко раскрыта. Ей не хватило пути для того, чтобы доверить дать Титану. 12.3. Оценка Алены Клотовой. И вот. Барона Меликова и вся команда Баронежа потихонечку уходят под трибунку. Разминаться, да, в разминочный зал. У них, сейчас у них выходной снаряд. Возвращается команда Москвы. Вот этим и интересно. Конечно, интересно. Сейчас будет наша трансляция. Команда Москвы выходит на прыжок. Санкт-Петербург на разновысоких грузиях. Там тоже будет на кого-то смотреть. Ну, и у нас начинается потихоньку разминка. Ну, на ощупь. В снаряде по 30 секунд на человека, как обычно. И примерно по 7 человек в команде. Соответственно, будут пробовать свои выступления. В снаряде по 30 секунд на человека. Все девочки, девушки, женщины, бабушки, которые также присутствуют сегодня. И знаете, что мы сделаем? На этом экране должно быть не маневрировано. На этом экране должно быть гидится на нашем прекрасном. Так что, с этого момента мы будем предоставлять вам позор. Можно середине себя на этом экране. Пусть это не заставит вас на спор. Смотрите внимательно и держите как бы на другой. Пусть это не заставит. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока разминка продолжается, дорогие друзья, оценочки за второй вид многоборья. Это у нас вольное упражнение. Ангелина Мельникова там, естественно, лидирует. 14,633. Яна Ворона на целый балл с лишним проигрывает. Практически, ну, скажем так, не проигрывает, а отстает. Потому что, напоминаю еще раз, многоборья, которая будет разыграна уже завтра, комплекта наград, будут учитывать сегодняшние результаты в том числе. Поэтому сегодня тоже важно выступить хорошо для того, чтобы какой-то, ну, скажем себе, задел сделать на следующий день. Ну, пока вот здесь особых имен нет, поэтому чуть-чуть они поскромнее с результатами здесь. Продолжение следует... Попробовать свой прыжок. Ну, и здесь команда Москвы будет начинать, поэтому нам интересно будет, естественно, ждать за этим. Вика Листунова, скорее всего, будет прыгать два прыжка. Хотя, интересно, потому что обычно она прыгает один-два винта. Да, но сейчас я был буквально перед отъездом на чемпионат России на базе Озера Круглое, где тренируются наши сборники и сборницы. Тренировала Вика второй прыжок. Дай бог, я знаю это. Интересный, очень сложный. Пока в яму, но мне кажется, что... Не будем. Подождем. Попробовать выйти на стандарт. Именно осталось немножко времени, да. Ну, увидим результат. Будет ли она рисковать или нет. Ну, и вот стартовый состав команды Москвы на бортом прыжке. Вот так, дорогие друзья. Значит, наша... Виктория где-то в серединке команды будет. Третья, четвертая. Третья она выступает. Зубова Варвара на ваших экранах начинает, да, и открывается у меня эти соревнования. Третьяна Виктория. Чемпион России, кстати говоря, в этом веке будет вторая. Вика Леспунова, третья. Здесь же и Ульяна Перебиносова выступит так же. Да, да, она умеет и прыгать, и брусья делать, я помню, да. Ну, давайте Зубовой пожелаем удачи. Разбег, рандат, фляг и перуэк. Так, естественно, он не так, как сложный, но она справилась с этим прыжком. И я бы сказала, быстрее она заработала определенный балл в копилку командного первенства. Для личного результата не может быть высокой оценки, так как базовая стоимость невысока этого прыжка. Ну вот посмотрим сейчас, какая оценка зайдет в зачет. Их четыре участницы, три лучших пойдут, соответственно, будет эта оценка Зубовой, либо Перебиносовой. И я думаю, что Листунова и Трехина дадут 100% результат в команду. За остальными посмотрим. Училище Олимпийского резерва номер один представляет Варя Зубова. Тренера Елену Кузнецову. Ну а это уже чемпионка России. Сейчас будем смотреть, как чемпионка может прыгнуть, пока не опережаем события, посмотрим. Аспект тоже важнейший, но прыжок то же самое. Выглядит получше, но сложности. Подожди, хватит, хватит, просто нет ее. Нельзя быть чемпионкой России и выполнять кандидатский прыжок. В принципе, один пиро это делает весь мир, который не умеет работать в гимнастике. Время уходит. Я, наверное, жестоко сказала. Становится сложнее наращивать, держать те же обороты. Ну, знаешь, они для меня все молодые, поэтому, мне кажется, еще ей потрудиться надо. Ну да, мы, конечно же, можно отметить то, что чемпионка России, она была полтора цикла назад практически. Это ни много, ни мало лет пять. Но, тем не менее. Ну, ладно, я, может быть, так немножко ее жестоко... В тот момент, да. Никто не принижает заслуги, безусловно, да, будем все равно. Но когда прозвучала чемпионка России именно в этом виде многоборья, я как-то ориентировалась, а уж минимум два пиротика она должна, она обязана была с этим титулом выполнять. Значит, какие-то есть причины для того, чтобы этого не сделать. Все, следующий гимнастик наблюдаем. А, а следующий трудно не наблюдать. Виктория Листунова. И рандат в фляк. Вот так. Хорошая высота и приземление. Ну, на две десятых. Да, ну, три это уже жестоко. Так, первый прыжок она сделала, именно смотрим, что... Ну, и смотрите, не уходит с помоста, идет в начало дорожки разбега, значит, второй прыжок мы все-таки увидим здесь. Немножко ноги вот хотелось бы в фазе полета первой части натянуть. Ну, еще более строго, это всегда хочется. Но мы от Вики требуем. Наибольшая ошибка приземления, она скакнула назад. Видишь, вот сейчас таким прыжочком она назад. Опа! Ну, десятых, наверное, на три. На три, не больше, не больше. Ну, очень здорово, что есть потенциал здесь для Вики. Хорошее отталкивание с рук, от опорного стола, от самого прыжка, для того, чтобы можно было еще наращивать пируэты. Здесь два винта она показала. Хорошая техника. Да, да, стремится и два с половиной, и на три можно выходить. Смотрим. Не знаю, что покажет, посмотрим. Первый прыжок со сложностью пять баллов. И второй, рандат. Да, все-таки попыталась, но не полтора винта, а половинку сделала. Но молодец, что заявила два прыжка. Это уже здорово. И выполнила на второй прыжок достойно. Так что Петрович и Олег, это личный тренер Виктория Листунова. Я очень переживаю за эту пару, потому что они просто молодцы. По всем вопросам, что они вместе, что они не останавливаются. Они все время чего-то хотят прибавить. Мне это очень нравится. Пока гимнаст прибавляет, он двигается, он идет вперед. Хороший тандем сложился, безусловно. От этого и успех он гарантирован всегда. Именно, я тем самым пропагандирую еще одну такую тайную мысль в голове, потому что слишком большой у меня опыт позади. Как только начинают ученики заниматься перебежкой, кто-то подсулив побольше, получше, или еще какие-то мотивы. Почти не назову положительного результата в конце концов. Кто предавал своего учителя, не получал дачу. Можно по-доброму идти. Это да, можно не по-доброму, а как-то договариваются тренеры или еще какие-то другие мотивы. Но когда так тихо, как видите, я не приветствую и просто гарантирую, что хорошего не будет из этого. Ну давай. Да, к сожалению. Антон. Средняя оценка у Вики Листунова 13,6. За второй прыжок она получила 13,2. Маленькая, да. Средняя 13,6. Ну, я думаю, что для финала это тоже будет достаточно. Достаточно, наверное. Так, смотрим. Новгородская область на бревне сейчас и Мария Агафонова уже после первой неплохой акробатической связи. Стой, стой. Молодец. Она уже вторую, третью линию пошла и пока хорошо. И сделала очень сложный прыжок. Держись, держись. Молодец. Правда, под пяточкой получилось. Носок не оттягиваем. Ну, 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 держись от этого переворота с сальто-боком. Давай, давай. Ах, давай, прыжок. Чуть посмелее бы. Да, ну, как это заставляет прыжок, то есть это бревно, всех сужаться, всех страховаться. То, что коварный снаряд, противный снаряд. Ох, если бы вам удалось их видеть на тренировках. Как они лихачат. Они думают, что они не на бревне, а на проспекте. И вот, что такое называется, называется твоя фамилия, куда делать смелость. Стоять. Да, и всего полторы минуты для того, чтобы показать все свое мастерство, которое ты оттачивал годами. Да, да, да. Полторы минуты пытки. Иногда, когда мы выходили на соревнования, ну, действительно, ты волнуешься уже. Волнуешься с самого утра, как только проснулся. Это понятно. Давай по мужской линии пока. И потом мы так с ребятами шутили, что, ну, что, у тебя два часа позора, и все. Ай, ты хулиган. И домой. А ведь надо-то не опозориться. Да, безусловно. Да, да. А у нас еще потом была какая-то поговорка, сейчас я попробую вспомнить. Ну, во всяком случае, а вы перед каким больше снарядом? Вы никакой не махи дрожите больше. На всех это по-разному. По-разному, если честно, по-разному. У кого какая задача, и кого... Первый снаряд, он всегда такой, любой снаряд, даже напряженный. Пожалуй, кольца, наверное, было проще всего делать, потому что тот снаряд именно про силу, про то, чтобы отдать максимальное, максимально себя. Да, да. Я даже уже вот имею такую иногда возможность рассказать при встречах. У меня очень много добрых, хороших народных артистов. И вот что-нибудь так вот мы сравниваем, как они нервничают, как у них суфлер там тихонько иногда подсказывает. Нет, я вижу, как они нервничают, например. И так тихонько, когда сидим, я говорю, вот представьте, вот это бревно. И начинаем рассказывать, всего 10, ну там, 12 сантиметров ширины, 5 метров длины. Я говорю, и герб страны у тебя на груди, и никого рядом, никого. И тебе говорят, пожалуйста, начинайте. Я говорю, где вот ваша душонка, сердце, ноги, вообще все, вы хоть мимо сцены не упадете хотя бы. А мы там падаем. Они, с одной стороны, отбежаются, но с другой стороны, не буду называть имена, они, действительно, как же это страшно. Я говорю, правда страшно. И хочу вам передать, это очень напряженно. И не потому, что девчонки не дорабатывают, а потому, что это очень нервная ситуация. Да, и умение себя подготовить, собрать в самый первый момент, пожалуй, и определяет лидера. Конечно, конечно. 13-866 получила Маша Агафонова за бревно, что очень неплохо. Подобралась к 14 баллам, но сложность там тоже невысокая, 5-4 всего. Поначалу она была хороша, она полснаряд, полпрограммы провела хорошо. Ну, давайте, Чувашская республика, покажите свои возможности гимнастические. Они это знают. Ну, это Лена Герасимова там готовится на брусьях. Сейчас мы готовимся посмотреть на вольные упражнения. Здесь у нас Третьякова Екатерина. Стой, стой, стой! Из города Ростов-на-Дону. Вот плохо научили девочку на поворот. Она совсем не выходит на высокие полупальцы. Я довольно строго осужу ростовскую школу, потому что я знаю, что там все специалисты. Все специалисты хорошего уровня, потому что они знают, что такое гимнастика. Это ростовская гимнастика. Подыши, подыши немножко. Ну, тоже, кстати говоря, молодые гимнастики еще до 6-го года рождения. Поэтому, да, восходящие на такой взрослый помост. Да, для нее тогда это было очень ответственно. Она справилась с тем, что она умеет делать. Пока еще не очень высокая трудность. Пока есть моменты, над которыми очень серьезно надо работать. Но я верю, еще раз повторяю, эта школа Ростова, она очень мощная школа. Мне кажется, что это первый чемпионат России, честно говоря. Сейчас сложно так вспомнить. Для нее. Для нее. Вполне вероятно. Мистер, и Мария, и Екатерина, собственно. И плюс ко всему, они еще и близняши. Ну, начинается. Мы уже с тобой по миру, как говорится, поездили. С каких только стартов не комментировали. Но французский старт у меня был самый заметный. Во Франции, это мы, Азербайджан, родом девочка забыла. Годировой. Годировой. Да, все-сестры Годировой. Или английский был чемпионат мира. Это чемпионат Европы. А, Европа был, да. Где одна из них выиграла вольное упражнение. И я помню, законно выиграла. И мы болели очень правильно, потому что она была на том фоне лучше. Ну, и у нас тем временем закончился очередной вид многоборья. Гимнастки переходят к следующему. И как раз пока разминка. Есть время перевести дух. И посмотрим еще на оценочку Екатерины Третьяковой. 12,1 за вольное упражнение. Но, в общем-то, и трудность такая. Поэтому оценка соответствующая. Уходят теперь Ростов-на-Дону в подтрибунное помещение разминаться дальше. И у нас небольшая пауза. И совсем скоро мы возвращаемся. Ростов-на-Дону в подтрибунок. Ростов-на-Дону в подтрибунок. Ростов-на-Дону в подтрибунок. Ростов-на-Дону в подтрибунок. Разминка продолжается, дорогие друзья, и есть возможность посмотреть у нас как раз табличку лучших на снаряде. К прыжку хочется вернуться, там Виктория снова 13-6, Шклохова Алина 13-383, Элеонора Афанасьева. А, это лучшие на прыжке сейчас, дорогие друзья, это те, которые как раз-таки будут готовиться в финал именно в этом виде. Потому что для многоборья у них другие оценки, тоже рискновенные. Не вижу Ангелины Меликовой, и сразу вспомню про то, что Воронеж сейчас вернулся из разминочного зала и начинается прыжка, у них был выходной. Она еще не прыгала просто, да. Нет, вот такая вот острота, она так и будет двигаться и продолжаться, не даем вздохнуть сами себе и вам тоже. Потому что очень много на всех снарядах девочек достойных внимания, это очень приятно, еще раз повторяю. Ну и вот какое-то понимание более-менее по многоборью и по оценкам команд в первенстве мы сможем только после четвертой, после пятой даже ротации понять. Потому что я вот сейчас смотрю, например, лучше в многоборье Юлия Николаева пока литирует. Это еще с учетом двух смен, еще две смены до этого прошли. Сейчас это третья смена квалификации, а учитываются, соответственно, все. И получается так, что кто-то выступает, уходит отдыхать на выходной. А еще параллельный перезачет еще. Нет, это только в конце программы будет известно. Именно пока маленькая пауза, пока персональная. Я вот сейчас сижу и смотрю. Такое ощущение, что я не выезжала из Казани. Мы с тобой были тут абсолютно недавно. И снова, вот весело, с огромным удовольствием сюда, а с огромным, еще раз, поздороваться со всеми добрыми лицами. Потому что та доброта, то внимание, то вообще высоченное проведение старта Спартакеанда народов России, да? Спартакеанда России. Сильнейших, когда. Сильнейших, да. Это было все безукоризненно. И сам чемпионат как удался. Ты вспомнишь, какой был высокий конкурс. Ну, просто, я не знаю, среди мужчин и среди женщин. Потрясающе. И поэтому я еще раз хочу всем здравствуйте, дорогие жители столицы Татарстана. Нам очень приятно к вам приезжать в гости. Не знаю, как. Ну, Казань всегда приятно. Сумела, она молодцом. Казань настоящая столица Татарстана. Я не знаю, со всеми своими хорошими данными. Очень гостеприимно встречают. Безусловно, да, и организация на высшем уровне, и чемпионат России с большим удовольствием. Проводим здесь. Еще первый день. Я еще не успела со всеми поздороваться. Я обязательно зайду в медицинский пункт. Скажу им спасибо, потому что они были очень внимательны. Обязательно встретимся с директором нашего дворца. Я извиняюсь, что это дворца. Отчасти так можно. Да, отчасти. Потому что это родной дом для нас. А что такое для гимнастов, у которых здесь либо что-то хорошо получилось, либо не очень. Все равно это в памяти навсегда. Ну, вообще, это очень удобная, я бы сказал, площадка. Одна из лучших в России. Потому что есть и удобный разминочный зал, что очень важно для спортсменов, выступающих именно. Потому что есть такие арены, где разминочного зала нет. Из-за этого расписания немножечко приходится ковырять таким образом, что... Как ты делаешь? Например, я попадаю в финал на перекладину. Это последний день, последний снаряд. И мне нужно где-то разминаться до этого времени, пока я не вышел. А начинаются соревнования финальных финалов в отдельных играх. И вот эти вот три часа я просто сижу, ничего не делаю. Нет-нет, здесь абсолютно. Это тоже очень сложно. Здесь в любое время спортсмен может уйти, размяться, вернуться. Вот как сейчас как раз-таки и Ангелина Мельникова, и вся воронежская команда делала во время выходного снаряда. Ну и светлая, яркая арена, в общем-то. И, кстати говоря, сейчас Казань отмечает десятилетие универсиады, которая здесь была. И тоже на пять плюсом проведена была. Очень приятно, что как раз во время открытия этой арены мы выступали тут в составе команды России. Сейчас девочка Шинкаренко прыгает. Ну, хорошо прыгнула. Очень базовый такой прыжочек. Просто сажда назад прогнувшись. Ну, значит, она пока другого нам не готова. На бросик увидела девочка просто. Срыв такой. Имин, ну, еще я хочу сказать, вот мы с тобой сидим и созерцаем вот эту красоту, белизну, чистоту. Ну, еще просто все так, мне кажется, приподнято красиво. Плюс сегодня 8 марта. И у нас рядом хоть Имин у меня, Имин, а у меня море цветов на столе. Моря, мы здесь все, дорогие друзья. Немали, поздравил меня, Имин. Каждые 10 минут наблюдаем, как Лидия Гавриловна кто-то подходит поздравлять с большим букетом цветов. Спасибо, дорогие мужчины. Нам без вас неинтересно правду вам, говорю, в жизни. Точно так же, как вам, совсем плохо без нас. Поэтому очень приятно, что у нас сегодня такой праздник. Ярко. Ярко и действительно праздничество так же выступают наши девушки. Не дали им мы сегодня отдохнуть сильным духом в любом случае, но... Они могут. Ну, видишь, какая база маленькая. Я думаю, что наоборот, приятнее именно в этот день порадовать нас своей красотой. Они ставят. Ну, видишь, как Яна воронит. Сейчас Яна будет нас радовать, я надеюсь. Разбег и два винта здесь пробовать. Новый прыжок. Новый прыжок. И разрешили здесь, конечно. Ну, правильно, правильно, что разрешили. Но переволновалась. Немножко она проскочила, толчок руками такой. Чтобы еще лучше вылететь. Ну, молодец, молодец, Яна. Давайте. Выходит на новый уровень, тяжеловато. Вот Геннадий Уфимов рядом. Интересно, она такой жест показала. Два. Ау, да. Нет-нет, касание не было руками. Или было касание? Было-было, да. Здесь падение. Это падение. Это очевидное. Это тогда падение. Да, это было плохо. Вот это большая ошибка, поэтому, конечно, результаты... Ну, все равно. Но вот как будто то ли мощности отталкивания с рук не хватило, что ли. Вроде бы и разбег был хороший. Она перебежала толчковую часть, такую толчковую рабочую часть этого прыжка. Мостика. Мостика забыл. Вот. И как-то все на перелете и не сложился прыжок. 12,5. И, конечно, расстроилась сразу половина Яна. У него второе падение уже после... Бревна. После бревна. И она понимает, что она готова на самом деле бороться в многоборье. Ну, хотя бы вплотную подходить к Мельнику или Становой. Сейчас Ангелина уже на прыжке. Два винта. Но здесь проблем нет. Она это делает, извините, Мин, она это делает, но просто вот так по копейке, извините, если вам понятно, она легко, до такой степени легко справляется с этими двумя винтами. У меня ощущение, что ей даже тесно в этой ерунге. Она так здорово владеет. А вот приземление, что ж ты такая хулиганочка наша любимая, не удержалась. Ну, здесь надо уже переходить. Здесь раз, два, и еще полповорота, полперуэта на два с половиной, мне кажется, может уходить. Просто не рискует сейчас, наверное, я думаю. А вот по потенциальности все ее тащит прямо на это все. Ей тесно, я вот по-другому не могу сказать. Ну, ладно, она хозяйка своего выступления, поэтому мало ли чего мы хотим, или я чего хочу сказать. Это Мельникова. Ангелина мастер международного класса, высшего класса пилотажа. Вот так бы я сказал. Она замечательная гимнастка. Заслуженная, безусловно. Второй прыжок тоже готовится. Финал для нее не новость. Конечно. Здесь такой, какой-то стандартный уже набор, пожалуй, всех финалисток на прыжке. Два винта и вот этот вот рандат фляг с поворотом, сальто. Он тоже коварный, он неприятный. 180. Да, 180, сальто вперед потом. Рандата 180. Да, фляг с поворотом и сальто с поворотом. Сальто с поворотом, в общем, вот так попроще будет сказать. Он такой противный, ненький. Ну, она его довольно хорошо выпрыгнула, но в приземлении хорошо нам сняли онку. Мне кажется, какой-то там ее недоворотик был. Хорошо, сейчас Мария Агафонова тоже начинает вольный. Да, ученица Антона. У Мельникова, в общем, да, посмотрим сейчас оценку. Пока. Сладимся вольными упражнениями. Молодец, молодец. Хотел сказать, молодец, Антон. Ну, я извиняюсь, это его ученица, значит, он правильно научил. Ты смотри. Хореограф постаралась. Хорошо. Просто хорошо, вот и все. Ну, оба прыжка хороших, но вот эти пробеги большие между ними, мне не очень нравится, я не знаю, почему я дугу выкрыгиваю. Вот, держи ножку, держи, держи, держи. Могла бы больше накрутить, подороже было бы. Заключительная уже акробатическая сляска. Я думаю, два сальто. Ты знаешь, акробатика она хорошо делает, просто молодцом. Вот давай. Ну, так здорово вышло, да. На ровном месте вроде бы, казалось, потеряла немножко равновесие. Немножко этого, вобножко в отбавке. Ты представляешь, вот она так здорово вышла в поворот. Я даже готовила сказать, смотрите, какая техника. И не додержала. Все вниз, не до ворот. Вот, некоторые потери равновесия в сумме минус 30. К сожалению, да. Но хочется ответить, как красиво ушла с вольных упражнений. Мне кажется, не очень много-то так делает. Да, ну ты знаешь, что она уже зрелая. Люди в этой ситуации, когда они находятся в судейском месте, они немножко другого характера. Хорошенькая, хорошенькая. Назови еще раз ее фамилию. Мария Агафонова. Так, и вот оценочка у нас Ангелины Мельниковой. Средняя 13,466. Это второй прыжок. Что ей там поставили? Алистунова вышла чуть-чуть больше, мне кажется, с 13,9. 13,6 у нее была, да. Чуть больше полутора десятых отстает Мельникова. Ну вот и все. Меньше даже. Да, ну ничего, это все будет впереди, как говорится. Вот все это не терпится тренеру проанализировать, тут же все сказать, что ж ты. Ну по акробатике она мне понравилась. Она как-то по-мужски входила. Так, прям вот мне понравилась. А у нее техника другая. Немножко вот проработать над техникой. Мне кажется, у всех девушек у нас смогут быть такие акробатические. Абсолютно правильный вывод. Именно я как раз на это и хочу обратить внимание. Вы научите правильные техники, будут летать. Да, я вот как заметил, у многих достаточно силы, достаточно мощностей, чтобы прыгать хорошо. Но вот именно отталкивание после рандата, фляка и вот именно технического вот этого вхождения в акробатический элемент. Правильно, правильно рассуждающий. И вот не многим этим владеют. Понятно. Именно в этом смысл привести найти хорошего специалиста по акробатике. Но я должна сразу немножко оправдать этих специалистов, потому что к ним приходят материалы, извиняюсь, что так высказать, уже определенные обученности, уже с определенным умением того или другого исполнения, да. И как ты знаешь, переломать. Переломить, это времени нет еще. Все же торопятся. В чем беда? Все очень торопятся. Даже вот эти вот травмочки, которые пухти, я сейчас, то и нет, то и нет, то и нет. Травмы, травмы еще что-то. Торопятся. Здесь надо и не опоздать, но и не обгонять. Это вся мера вот в этом. Вот твой тренер это соображал. И самое, ну, потому что поставлена база изначально, да, здесь очень важно в самом начале заложить правильную базу. Это самый высший класс. Почему я все время говорю, как много значит к какому-то тренеру попал. Вот даже вошел в зал еще мальчику маленькому, маленькому или девочкой. Бывает так вот, а есть втулчивое. Вот мне повезло, тебе повезло, может, потому и мы оказались наверху. Все вполне объяснено. Ну, вот я Антон, вот он Антон Крапивин, я его уже сказала, навсегда запомнила, пока он не заслуженный тренер, я думаю, да, но он будет. Я не знаю. Очень надеемся. Не потому, что в этом смысл жизни нет, но я вижу, как он горит, как он хочет все сделать максимально хорошо. 13.5 была оценка Маши Агафоновой, и с удовольствием сейчас смотрим на брусси, дорогие друзья. Виктория Листунова, похоже, что со своей новой программой. На верхнюю жертву, перелет. Хорошо. И Андрианов на постраховку подходит, нормально, соединение здесь сразу после перелета. Пусть, держись. Вот та новая связка, которую готовила Вика. Держи. Лапочка, держись. Молодец. Одна нога похулиганила, одна нога. Фантастика. Именно в момент отхода как-то, да, немножко. Подожди, Эмин, я хочу сказать, это фантастическая техника исполнения брусси. Вот, Эмин, ты потом меня вспомнишь, когда я уже буду совсем отдыхать, а ты будешь без меня. Вот как Листунова умеет вытягивать, как Листунова умеет полную амплитуду на всем. Ты представляешь, она успевает вытянуться, полностью вытянуть. Вот здесь не дошла, да, стойки вот в данный момент еще, надо немножко. И все эти перелеты у нее неэкономные, а прям вабанк идет. Вот нога, видал, одна была не соединена. Да, в самом начале. Судья это не увидел, это я противно увидела, потому что у меня есть возможность у телевизора сидеть. Я как очень требовательный, и тот же в этом плане, все-таки Вика может лучше. Может, конечно. И по ее, мне кажется, эмоциям я понял, что она не совсем довольна. Работа могла бы быть чуть динамичнее, она умеет это делать. Но судя по тому, что вот эта связка новая, нужно было ей накатать этот процесс. Я еще раз, я не в противоречии вступаю с тобой, я просто говорю, что как Листунова умеет располагать техникой, я второго бизнеса почну, я Ангелину вне конкурса, твою Ангелиночку пропускаю достойно. Да, вот это важно очень. А теперь мы сразу видим на этом фоне отличные работы, даже небольшие недоработки, мы их видим. Когда идет какая-то общая такая, нечеткость. Готовая это опять была у нас. Да, на прыжке пироэтик свой выполнила. Именно ты вот когда говорил про результаты на прыжках, совсем маленькая разделяет их, прям совершенно маленький разрыв между Ангелиной и Листуновой. Да, здесь у Листуновой 13,6, средняя оценка, у Мельниковой 13,466, ну где-то чуть больше 1,10. Это взгляд, это никакого расхождения, поэтому они, конечно, поборются в финале, когда встретятся. Ну давайте понаблюдаем за Герасимовой. Лена Герасимова большой специалист. Да, именно приедет. Здесь у нее такой, я бы сказал, коронный такой снаряд. Зря ты обогнал. Ну, знаешь, вот даже я не хочу. Я все жду, когда она все-таки выпала. Сделает от начала до конца. Молодец. Опа, вот она опять неприятно упала. Вот она вошла, вот чувствуется она здорово балансировать на этом снаряде. И все равно мы увидели падение. Какой-то вот этот период, пока реабилитация была, да, и немножечко потеря вот этого опыта соревновательного и духа соревновательного тоже сказывается, да, безусловно. Конечно, конечно, сказывается. Но я тебе могу в пику сказать, и до реабилитации у нее тоже были срывы. Были, были. Вот что-то не хватает в суке. Вот чего-то, потому что она все умеет делать, и она ей хорошо смотрится, и, как я сказала, первую фразу, она балансирует на бревне, она хорошо стоит на нем. Ну, что ее там поддерживать, чтобы лишиться опоры. Здесь хотя бы сложный элемент очень. Это в кольцо прыжок, это очень коварный прыжок. Не видишь ничего, откидываешь и голову назад, и ноги в голове присоединяются. Это все очень сложно. Вот это кольцо, это вообще, я не знаю, как бы потом, после того, как забрасывание головы, да, вернуться. Полный невидимый, если чуть-чуть перекус. Там вестегулярный аппарат должен быть настолько развит. Это, во-первых, смелость какая должна быть. Можно на полу тысячу раз его сделать, но если ты вот один раз сюда, а второй раз вот чуть-чуть спросил, уже никуда не денешься минус снарядом. Бывает так, что в одну сторону посмотришь, потом резко в другую уже звездочки в глазах, а здесь нужно... Это тебя уже на снаряде нет. Если ты как раз в одну посмотреть на тебя, во вторую на рву, мальчика, тебя уже на снаряде нет. Ты слетишь в пуле. Ну вот одно падение, к сожалению, у Герасимова и на бревне, но в целом вся комбинация дальше пройдена очень здорово. Здесь, конечно, важно было для нее попадать в финал, и вот здесь она вроде поставила ногу уже и соскочила она. Опять вот неполноценно всей ступней. Труднообъяснимые эти падения, потому что мы знаем, что это все... Даже тренер не предполагает, по какой причине она падает. Он просто умирает под снарядом. Ну что еще надо делать? А вот соскок непростой, два с половиной винта уже. Два с половиной. Да, и вот это вот... Хороший, конечно. Но расстроена, безусловно, и справедливо расстроена, потому что я уже... Понимаешь, Эмин, еще бывает такая, ведь мы же понимаем, что здесь старший тренер. Наблюдает за всеми выступлениями, это естественно, это нормально. И если ему все время в одной и той же точке, против фамилии Герасимова, падение, падение. Да, каждый старт и вот это вот одно... Надежда, надежда потихоньку уходит у гимнастов, потому что помимо мастерства надо иметь надежность, слово такое есть, стабильность. Вот это все, то, что характеризует... Почему мы ставим там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Объявляет разминка на заключительном виде на нового варианта. Дорогие зрители и участники! Сегодня мы собрались, чтобы смотреться на стычку юных спортсменов, которые демонстрируют нам свою силу, гибкость и координацию. И каждый, кто сегодня здесь, находится с одной задачей поддержать, вне зависимости от результата. И учим мы только то, что количество стены сегодня в ремонтах. А мы все готовы, чтобы его наступить. Давайте разобняемся, внимание на экраны. Применяйте наши карты, сделайте правильный карты. И первую пару на экранах попробуйте повторить метр. Доброе действие, это и просто... А вот это... Красавчик! Ужик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаемся, дорогие друзья, оценочки за упражнение на бревне. Лена Герасимова в итоге получает 12,966. Но и с такой даже оценкой, конечно же, это не ее. У нее там должно было быть чуть более 14,5, скорее всего. Мы надеялись на это во всяком случае. Таким результатом попадает она в финал. Учитывая, что одни из самых сильнейших гимнасток в этом виде в многоборе уже выступили. Там Глотова Алена, кстати говоря, лидирует, там Глотова Алена, кстати говоря, лидирует с оценкой 14, 4, 133. Потом Уразова 14, 133. И дальше идут Агафонова, Ворона, Герасимова, а Мельникова лишь на седьмой. Пока еще не было ее. Нет, она уже выступала. Они с первого снаряда начинали в Воронеж. Да. Ворона, потом Мельникова, там падение, там падение. Да, да, помню, 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 вспомнила, да. Вот. И в итоге пока седьмой результат, но уже на грани. На грани. Есть ощущение, что, конечно, в грядке кто-то ее вылетит. Будет она, будет она. Будет она, да. Смотреть заключительный имбит многоборья, кстати говоря, дорогие друзья. У нас команда Москвы сейчас уже на Вольнах, да, получается? Нет. Сейчас они были на брусьях, переходят на бревно. Заключительный вид многоборья уже. Да, да, заключительный. Именно. У нас в многоборье будут складываться два дня результаты, а в отдельных видах будут с нуля или тоже складываться? С нуля, конечно. Нет, с нуля. Финалы в отдельных видах будут высчитываться с нуля, да. Вообще-то и многоборья можно было бы делать тоже с нуля, потому что все-таки новый день, новый финал и уже совершенно другой настрой. Именно. Все, я тебя понимаю, и это здорово. А тренерский состав, старшему, которые отвечают за развитие гимназики, за результативность своей сборной, они вправе составлять? Менять регламент, да, в общем-то, по то, как правильнее, наверное, и удобнее готовить сборную команду, да, в том числе. В общем-то, правилами соревнований это не нарушается. Нет, нет. На брусьях у нас Воронеж. Сейчас Анастасия Сальникова закончила свои упражнения. Следующий будет выходить Ангелина Мельникова. Они поставили первую девочку, такую еще девочку, ну, мне кажется, она не очень большого, не то что мастерства, она несложную программу показывала, и соскок был довольно простым. А вот Ангелина Мельникова, самое приятное, что она сделала упражнение, эта девочка предыдущая. Ангелина сегодня не улыбчивая, Мин. А, мне кажется, вот бревно ее немножко сбило в самом начале. Очень, очень сбило ее, безусловно. Потому что она настроена, это было очень здорово. Я хочу отметить еще раз, что вот момент, когда мы как раз ездили на базу смотреть, это прям было накануне, буквально за неделю, наверное, у них была шикарная форма. Они уже были готовы, были хорошо готовы, и, в общем-то, все практически, что мужчины, что женщины. Давид Белявский. Отчитывались прям, да? Да, это было очень уверенно. В целом, я думаю, что должно было и здесь, когда они были транслироваться именно на эти соревнованиях. Но по-разному, по-разному бывает. Именно спорт, спорт непредсказуем. Он тем и силен. Возможно, и какой-то еще эмоциональный спад пошел. Потому что до этого было заседание, было заседание исполкома Международной Федерации. И они ждали результатов. 2 марта должны были объявить результат. Будут ли они выступать на чемпионате Европы или нет. Да. И потом в итоге 2 марта перенесли решение на конец марта. Вот мы теперь все ждем конца марта. И им сложно. Я не представляю, как им сложно. Очень. До этого рубежа не дошли, его опять перенесли на попозже. И здесь опять надо держать себя в форме. Это никому не перенести. Давайте побоим. Мельникова. Ну что ж. Ну, а еще падение. Да. Это было падение. Че с тобой? Это падение, к сожалению, и какая-то досадная история. Не понимаю, с чем так сидишь. Не могу понять, что с тобой, Ангеленочка. Просто собраться сейчас до конца, я думаю, надо доделать. Потому что самое главное не получить какую-нибудь еще и досадную травму. Не дай бог. Нет, нет, нет. Все будет хорошо. Она теперь уже спокойная. Уже ей терять нечего. Ну, 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 ну. Что-то мне кажется, она не додела, что где-то скорбковать. Или я придумала для себя. Ну, вроде бы нет. Либо я переживала, наверное. По длительности комбинации было все нормально. Но ощущение от работы, конечно, такое. Процентов на 60, наверное, отработало. Какое-то безвольное начало было. Я даже не поняла, что это такое. Какой-то протест внутренний, я даже не знаю. Ладно, это объяснить невозможно. Это может объяснить, наверное, на самом деле. Ну, давайте посмотрим еще раз, что же все-таки такое могло произойти. Вот здесь. Ну, она не вышла в стойку. Уже не удерживаешься. Ну, смотри, она вышла в стойку, поворот. Она не смогла. Тазобедром сусать была согнута. Равновесие. Чуть-чуть позже нужно было выйти из складки, чтобы хотя бы... Нет, она была на согнутых руках. Мне даже надо стойки вертикально. Вот пройти надо было. А здесь, вон, нечем было держаться. Эти не совсем безвольные. Это была ошибка в этом выходе. Не могу. Не могу ничего сказать. Ангелина, безусловно, на симпатии не теряет ни у кого. Ее как любят, так и любят. Что-то не сложилось. Может быть, даже вот о чем ты начал перед этим говорить, Эмин. Они, конечно, все голодны по международным стартам. Сколько можно надеяться, надеяться. И опять нет. Это такая должна быть сила. Да, здесь задачка сейчас для судейского корпуса, безусловно, потому что, как я понял, она не повторила этот перемен. Соответственно, базовая сложность будет ниже. Падение, трудность базовая меньше. И считать сбавок придется достаточно. Ну, сказать, что экономила силы, наверное, я бы не стал, потому что это заключительный вид многоборья уже. И им некуда их экономить. Они заканчивают на этом выступлении сегодня. Либо она хотела очень лише сделать все. Как-то без... Лежко. Без... Не контролировала. Не прилагая, наверное, больших усилий. Такое тоже бывает технически, когда, если спортсмен делает ипотеку, все здорово, то физике вообще не нужно. Да-да-да. Вот ты правильно почти ответил на этот вопрос. Она верила в себя. Она так, знаете, бесконтрольно пошла тут. И вдруг вот эта йоточка, которая не дошла до стоки, ее заставила вдруг неожиданно сорвать. Ну и оценочка всего лишь 13.0.33. Посмотрим там, что с финалом у нее будет на этом миге. Давайте на Яну Ворону посмотрим тоже. Ну и такое ощущение, как будто вот... То ли соревнования из-за того, что по времени чуть удлинились из-за выходного снаряда. Это новая для них репетиция. Расслабились. Или мы устали уже перед последним гидом. Перерыв очень неприятный этот вот с выходом, почему я называю, когда 5-членов, ну 5 команд вместо 4, это очень плохо. Лучше бы сделали первый поток из трех команд, например. Ух ты. Ой, я притягивала. Поиземление тоже. Ну она уже все. Ах, это Воронин. Ворона, простите, я извиняюсь. Я еще пока от Ангелины не могу. Отойти, извините, Ворона тоже достойная девочка внимания. Но, к сожалению, она нам сегодня начала с падения. Она вот эту цепную девичью реакцию зацепила, как направляющая. С бревна начинала, Ворона упала, за ней Мельникова упала. Здесь отыграла. Мельникова начала, упала, Ворона ей помогла. Передала ей свои мустили. Это такая бывает зараза, к сожалению. Бывает, к сожалению, да. В общем, ну, что ж, поделать. Это спорт в любом случае. Сегодня квалификация. Воронеж тоже претендует на какое-то место в командном турнире. Я думаю, здесь, скорее всего, Москва выйдет из этого победителем. Они, очевидно, да, сильнее. Но, тем не менее, у Яны от начала до конца комбинация на брусик выполнена, что дает ей большой шанс попасть тоже в финал. В этом виде сейчас у Яны такой период, что ей просто нужно больше, больше, больше и чаще выступать. И утверждаться по-настоящему. Ну, вот все-таки именно. Ну, трудность, это ее было сейчас показано, 5,5. 5,5, да. Ну, все-таки присутствие на базе круглого уровня. Это называется самая мощная собранная гимнастика в стране. И репетировать трудность на брусик 5,5. Ну, пока еще мастерства не хватает, может быть. Чуть-чуть времени я бы дал. Мне кажется, вот для Яны здесь действительно... Просто есть спортсменки, которые раскрываются раньше. Да, такие вот, как Николистунова, например. Да, они совсем еще молодые. Яна Ворона тоже молодая очень, но нужно немножко время для того, чтобы она всегда... Ну, разные, разные данные, разные возможности. ...прочувствовала дан. Может быть, на снарядах по-другому. Виктория Листунова готовится к своему заключительному выступлению на вольнах. Ой, на бревне, прошу прощения, на бревне, конечно же. На бревне, на вольне же танцевала, да-да. Значит, на бревне, давайте смотрим. Вот как бывает. Так, уже небольшой нерв после запрыгивания с альта. Да что ж такое сегодня на бревне происходит? Ну, сложный, пожалуйста. Ты видишь, что она сделала на бревне, я впервые увидела. Я как раз всегда вспоминаю, надо рисковать, но это уж очень высокое. Мне даже надо рационализовать такой риск на бревне. Вот эти вот все повороты в сальтовом исполнении, в группированную 360 поворот, это безумие почти на бревне. Вместо-то именно на земле это сложно сделать. Да, и еще на бревне, и еще спроектировать себя на приземление. Но тут у меня как будто закралась мысль такая, что может быть скользкая поверхность или на бревне, потому что они все практически ставят ногу, например, и потом соскатируют. То есть есть падение, когда там ошибка в технике, баланс потерян. Вот именно так. А здесь они вроде бы ровно. Нет, они приземляются чуть-чуть не в центре своей площадки небольшой, под названием, например, да, а чуть сбоку, еще потеря равновесия общего тела, общего веса, соскальзывают ноги тут хоть чем-то, хоть зубами держись, уже не успеешь одержаться. Но я хочу продолжить мысль, потому что я еще поговорю на эту тему. Я всегда вспоминаю такого неслабого Белла Карли, тренера Камановича. Он как раз ждал, чтобы мы вставляли такие элементы. А я ему сказала, он говорит, я пока не сделаю элемент. 14, из 10, 14 раз гарантийное исполнение, я как не ставлю. Я говорю, мы сделаем из 10, 10 и пойдем с тобой соревновать. Это безумие. Это очень сложный момент. Он надбавку имеет сумасшедшего, но она не компенсирует падение. Это надбавка. Ну, риск, безусловно. Бывает оправданным, бывает нет. Здесь... И вот смотри... Вот смотрите. Ой, я прозевала опять. Было практически идеальное приземление. Две ноги стояли в рамках этого бревна 10-сантиметрового. Это еще, по возможности, что бы показали. Я просто пока еще в переживаниях смотрел на имена и не взял ее приземление. Вот примерно так же, Лид, говорил. Вот смотрите, вот она сейчас делает. Здесь удержалась. Но было совершенно адекватное приземление. Не знаю. Я обязательно задам вопрос. Именно. Ты на бревне не стоял. Вот у нее размеры же позволяют цепляться иногда с той стороны. Пальцами ног. Пальцами. Ну, когда стопня поменьше, еще удобнее. Да, ну вот все тут трудно очень. Очень жалко. Но они как бы друг друга отвязывали. Ангелина и она падение на бревне. И так другая упали. Но базовая трудность у этой повыше на бревне. Еще оценку не открыли? Ну, у Вики вообще на всех снарядах. Повыше, да. Повыше немножко, да. Еще оценки не поставили. Да, перед этим выступала Ульяна Перединосова. У нее 13-133. И Зубова Варвара из команды Москвы. 12-9. Так, а что с оценками у нас на Брусье? Ворона 13-466. Да, ну и Мельникова 13-033. Личка какая. Ну что это? Не оценки. Так, ждем оценки на Листуновой. Ух ты, Мельникова без финала. На Брусьях. Это безобразие. В смысле, это досада. Второй запас. У нее шикарные Брусья. Шикарные. Ну, еще не буду гарантировать, что без финала. Да, вторая запасная она. А первая запасная? Что-то может быть. Герасимова, кстати. Герасимова Лена. Ворона входит под шестой позиции. Ладно. А их 8 допускается? Да, 8 лучших. Так, ну ждем. Видите, как застряла оценка Листуновой на Бремня. Заключительный вид многоборья, дорогие друзья, я напоминаю. Сегодняшний день это квалификация и финал командного первенства. Вот помните, мы в начале передачи сказали, когда Ангелина начинала с бревна, и Мин очень ее пытался оправдать, да? Говорила, это очень трудно. Оценка Листуновой. 13,8, неплохая, кстати говоря, еще вроде бы не все потеряно, как казалось бы. Трудность, конечно. А это еще, обратите внимание, это с падением 13,8, это еще балл целый, прибавьте. Я тебе еще раз сказала, ее скомпенсирует трудность по отношению к Миннику. Это круто. Круто. Но все равно надо будет очень серьезно задуматься всем, кто за нее отвечает. Это моя точка зрения, к ней можно прислушиваться, можно нет. Но ты еще раз на меня. Показали, как легко соскочить. Пришла на две ноги, о чем мы с тобой долго спорили, девчонка. И так же свалилась. Виктория Трикина продолжает выступление в составе команды Москвы. В выполнении вольных упражнений завершила негативная боевая. Представляешь, я вот оценка Листуновой. 13,9? 8. 8. Прибавь просто автоматически один балл за падение уже. 14,8. Да, уже под 15 баллов. Это уже совершенно другой результат. Я вот как раз-таки это заметил. И еще одна десятая штрафа, Лидия Гавриловна. А время она, наверное, перешла. Второй минуты, думаете, да? Ну, может быть. Я не знаю, почему тогда. Не могу отсюда сказать, за что можно еще наказать ее на бревне. Ну да, наверное, за время. Ну, я не знаю, потому что она зашла с камней. Фу, сбривная чуть-чуть уже после сигнала. Дается предупредительный сигнал. Он нам не слышен просто отсюда. И уже контрольный. Обычно срываются со снаряда уже некоторые со вторым сигналом. Так было. В моей судейской практике уже ты не доказываешь. Ну, кстати, да, почти похоже. Действительно, я сейчас хотел заявить. Любовь Ахаимова. Сестра, родная сестра нашей олимпийской чемпионки Лилии Ахаимовой, которая сейчас, я наверняка, думаю, смотрит. Ну, конечно. Свою сестру. Представительница Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим ее больные упражнения. Мне самой любопытной. Так, так, так. Так, ну, Лилии-то сумеет. Она с акробатикой, с пушками дружила, старшая сестра. За счет этого она ворвалась в большой полет. Она в Китае или нет? Или я сейчас вот с этой вместе с... Лилия? Нет, она... А с кем уехала у нас? Либо в Питере, либо в Москве, но она путешествует. Мария Пасека в Местестане на Биевой сейчас. А, она тоже в Питерской, в Питерской гимназоне. Все в порядке? Какие-то есть? Да, все у них отлично. Кременчик обязательно, потому что это вас всех волнует. Где по себе? Обязательно передам привет, да. Сейчас они... Ну, мы расскажем о них. Ладно, ладно, давайте посмотрим на Лилию. Ой, не на Лилию, а на Любовь. На Любу, да. На Любу. Очень они похожи. Ну, папа с мамой почти скопировали вторую дочку. Когда-то еще раньше мы наблюдали Хоркину Свету. И Хоркину. Юлю. Юлю, да. Ну, как-то так не всегда получается повториться. Что-то, чего-то чуть-чуть не так. Приятная девушка, приятная хорошая девушка. Здесь, конечно, тоже, да, все-таки Лилия обладает больше мастерством. Да, здесь у Любови видно, что больше танцев в вольных упражнениях, чем акробатики. Трудновато, да. Ну, ничего. Девчоночка хорошая, и все. И молодец, что она добралась на чемпионат и стоит в составе сборной команды Питера. Ну, и здесь она, конечно, повыше. У людей посложнее, мне кажется. Если вот вспомнить сейчас Лилию. Повыше по трудности? Ростом. А, ростом похоже. В смысле, похоже с этой правдой. Она повыше. А по физическим качествам, тут же хочется добавить. Была физически более мощная Лилия. Она умела с акробатикой просто справлюсь, выходить. Да, тут уже качество. А здесь более такая плавная, более лиричная. Но гимнастико-спортивная иногда жестокая. Ей надо тут включить все моторы, чтобы выполнить то, что необходимо. Но это вот тот самый баланс как раз найти между пластикой, дикостью, красотой и силой, что очень важно. Нормальный прыжочек, один пинцик. Значит, Эмин, пользуясь тем, что ты... Екатерина Третьякова была. Она была на хороший прыжочек. Сделан, но с одним винтом мы уже вместе с вами, телезрители, понимаем, что это не очень дорогой прыжок. И высокую оценку здесь дать невозможно. Понятно. Мария Третьякова. Это вот как раз две сестры, которые были сняшки. А-а-а-а. Просто по номеру смог определиться. Тогда вы нам и простите, что мы их немножко путаем. Это мне не страшно, потому что они уж очень похожи друг на дружку. Именно когда появится маленькая пауза, то, пожалуйста, тут ты заинтриговал зрителей о судьбе моей спасеки. Ты немножко знаешь. Да, они общались. Действительно, да, они сейчас работают в Пикини. Да. Тренируют, в общем-то... В малышей, наверное. В клубе, да. Не только малышей, работают уже с более-менее взрослыми, с динамскими, вместе с Таней Набиевой. Но... Не в центральной школе, так скажи, а где-то в одной спортивной школе. Вот это главное. В порядке, им все нравится. Вот это все ждали. Вот это прекрасно. Ну и молодцы, что они так говорят. Ну, была возможность попробовать, как бы, я считаю. Я тоже считаю правильно, надо искать себя. Опа. Опа. Молодец. Молодец, Лена, да. Молодец, Лена, да. Справилась с довольно серьезной акробатикой. Молодец, Лена. Смотрите, тоже здорово, что и Вольные стала делать она, да? Да все, она восстановилась после этой травмы. Да-да-да, молодец. Так, Испанку он задумал туда острее. Испанку он задумал туда острее. Техническая связка. Два согнувшись. Ну и приземление вроде бы неплохое. Нормально, все нормально она сделала. Конечно, не ту сумасшедшую акробатику, которая показывала Листунова, например, или даже Мельникова. Они когда начинали эти первые линии, особенно Мельникова, меня прям поражает, когда она выполняет два бланжата, еще с винтом. Один. Може мой, это находка. Ну, до такого уровня дойти, чтобы... а это нелегко ой как только времени что надо иметь данные первые первые связки были очень плохие да да она все сделала не закончила выступление лены герасимова больными упражнениями уже сейчас практически последний участницы на каждом снаряде там еще остается на бревне у нас две спортсменки но у тебя немножко запаздывает снаряд уже там малина губенкова екатерина фоккер команды москвы до и седьмые номера но здесь вот немножечко увеличилась команда по составу из того что добавили вот эти спортсмены как что участвует лично в первенстве так 12 13 233 оценки лены герасимовой ну что ж еще две участницы у нас впереди поэтому посмотрим